Друзья наши, дорогие зрители, подписчики, те, кто смотрит наш канал Мальфары Дарья Карпатские. Передаю вам праздничный привет из заснеженного биополиса и совершенно чудесных сказочных Карпат. Я знаю, что многие из вас уже проснулись, и так же, как и мы, не празднуем, не празднуя те Новый год. Почему? Обязательно смотри наше видео, подсказка вверху экрана. Но отголоски вашего хорошего настроения, ожидания праздника долетают сюда до нас, и мы хотим с вами поделиться нашим тоже праздничным настроением, поскольку, в нашем понимании, зима уже закончилась. Прошло 22 декабря, день зимнего солнцестояния, и с каждым днем теперь солнышко нашего Ярила будет становиться все больше, больше, больше. Впереди весна, и впереди очень много совершенно замечательных изменений, впереди жизнь. К сожалению, жизнь не для всех, ибо те, кто сейчас продолжает верить сказкам, лжи, которые сыпятся на вас, сидящих в системе, из каждого утюга, все, кто ведется на страшные новости о будущих войнах, о том, что будет много-много смертей, и сейчас они тоже имеются, к сожалению, эти люди пока еще не проснулись. Нужно точно и четко понимать, что современная система, так, к которой мы привыкли, она уже закончилась, и она сейчас совершенно невидимо для глаз, она обрушается. При этом обрушается это с такой скоростью здания, здания этой системы, и с таким грохотом, который в то же время не слышим, но мы слышим лишь некие отголоски в новостях, что происходит в мире, где происходят демонстрации, где происходят войны, и те, кто управлял этой системой, у них задача, они в любом случае уходят с планеты, но у них задача уйти, громко хлопнув дверью. И что ты будешь делать, если ты стоишь рядом со зданием, которое рушится? Если ты разумен, если ты осознан, ты просто отойдешь в сторону, ты не будешь стараться его придержать палками, своими криками, демонстрациями, либо не будешь в нем сидеть, веря тому, всему тому, что тебе вещают из телевизора, и всему тому, что от тебя жаждят и хотят получить твари, управляющие этим миром. Поэтому впереди жизнь, и жизнь у кого-то в рамках стада, в рамках городов, именно поэтому туда всех загоняют, у кого-то жизнь совершенно ограниченными правами. Если раньше у нас были права, казалось бы, гарантируемые нашими конституциями, то эти конституции могут быть исправлены и изменены в ближайшее время совершенно просто и легко. И твои права будут зашиты в коде, либо в паспорте здоровья, который тебе вручат, и ты будешь абсолютно управляем. Поэтому выбор за тобой. Мы вот уже 10 лет как живем вне системы и смотрим на происходящее совершенно спокойно, ибо вокруг нас красивая природа, вокруг нас чистый воздух. Мы живем в совершенно другой системе, иной, природоподобной, природосообразной. Мы живем в природе. Мы живем в той природной среде обитания, которая нужна каждому из нас, живых человеков. Поэтому, если ты благоразумен, обязательно сделай шаг в сторону от рушащегося здания. Уезжай из городов. У тебя есть еще такой шанс собраться с силами, собраться с мыслями и свалить из системы. Строй вместе с нами биосферные поселения. Нами на сегодняшний момент сделано достаточно много, но еще не так много, как запланировано. И если тебе нужно вдохновиться, тебе нужны знания, приезжай к нам в следующем году с 21 по 27 июня на Международный биосферный форум. Ты сможешь замечательно отдохнуть, но самое главное насытиться знанием того, как строить свою жизнь независимо от всего того ужаса, который происходит в системе. А сегодня давайте посмотрим наше новое творение, небольшой фильм, наше размышление о том, что происходит и о том, что будет предсказанием Альфара на 2022 год. Желаю всем сибирского здоровья, карпатского веселья, природного жизнелюбия, ну и, собственно говоря, всего самого-самого доброго. Я скажу одну вещь, которая вам не понравится. Как бы мы не склоняли чашу весов в свою пользу, сколько людей не переманивали бы на свою сторону. Ничто не может сломить их способность надеяться. Они заражают ею друг друга, как будто гриппом. Мы проигрываем, Люцифер. Каждая яркая звезда — это наш проигрыш. Мир изменился. Вернее, мир, который ты думал, что знаешь, его уже вообще нет. Мы живем в абсолютно новой реальности. Новым мировом порядке. Она работает по абсолютно другим правилам. Открой глаза. Идет полномасштабная война против человечества. И у них больше нет задачи убаюкивать тебя сказками о демократии, правах человека, свободе, равенстве и братстве. Если я без маски, мне никто не рад, если любят сказки, дальше маскарад. Уцеплять твое сознание россказнями о независимых национальных государствах. Нет никаких государств. Они прямо на твоих глазах превратились в корпорации, оказывающие услуги населению. И цель у корпорации одна — наращивание капитала любой ценой, снижение издержек, оптимизация расходов и, конечно, самое сладкое — получение сверхприбыли. Теперь все по-честному. Карты на стол. Все сводится к одному. Ответу на вопрос «Кто ты?» «Если ты не самостоятельен, свободной воли у тебя нет, правом выбора не пользуешься, принимать решение не хочешь, значит, решение уже принято за тебя пастухами». То, что не запрещено, то разрешено. Точно. Да, вот это вот, это называется, ну, назовем это вот это демократическое общество. Теперь мы переходим, я считаю, совсем другое, в другое состояние вообще, фундаментальное. Сейчас все наоборот. Сейчас нам будет запрещено все, и нам будет разрешено только то, что нам разрешит какая-то неведомая нам инстанция, которая связана с нами вот этим, через смартфон. Квадратик. Да, вот этим квадратиком. А этот квадратик — это как свидетельство того, что ты прошел эту процедуру, да? Вот это является... Обряд, посвящение. Да. Вот это вот условие получения этого разрешения. И что самое страшное, то что каждый день это может меняться, понимаешь? Это неведомая нам инстанция, она... Мы не знаем, что это за инстанция. Она может каждый день менять. Сегодня ты с этим кодом можешь сесть в такси, к слову. А завтра с этим кодом ты уже не сможешь сесть в такси. Завтра уже будет... Тебе будет поставлено другое условие, новое. Да, чтобы получить этот час вот это. А что они придумают завтра, это зависит от фантазии тех, кто спрятался за этим квадратиком. Абсолютно. Добро пожаловать в стойло. Они тебя пересчитают, вакцинируют, присвоят код и засунут в города загоны. Идет война не на жизнь, а на смерть. И битва идет даже не за твое тело, а за твое предназначение. Твою суть. Твою бессмертную душу. И как так получилось, что кто-то вот такой неведомый гений это придумал, а все остальные подчинились. Вот опять не хочу скатываться в конспирологию, но ничего вот разумного, кроме конспирологии, ничего в голову не приходит. Система перешла в режим экспансии, максимального расширения. Ее задача – оскотинить, унизить, обесчеловечить, оцифровать и повесить бирки на максимальное количество людей. Но система слепа. У нее нет желания и возможности бегать за каждым. Именно поэтому они сгоняют всех, кого могут в города загоны. Их ресурсы не беспредельны. Им проще управлять баранами в стойлах. Их время заканчивается. Они истерят, торопятся и делают огромное количество ошибок и перегибов. Их как будто подстегивает рука невидимого хозяина. Они ускорили шаг. Должно быть, этих тварей подстегивает вся эта злая воля. Воля, направленная против нас. Что будет дальше? Будет только хуже. Но выход есть всегда. И он обычно там же, где и вход. Не стоит ждать спасителя на облаке. Он не придет. Наш мир – бесконечное пространство вариантов. Вселенский кон свободного выбора не отменить. Мы – творцы, созданные по образу и подобию, и каждый имеет полное право как на свой собственный ад, так и на персональный рай. Правда, порабощение будет массовым, а вот спасение – исключительно индивидуальным. Но придется делать выбор между легко и верно. Для тех, кто выберет остаться человеком, будущее есть. Оно вне городов. Оно за децентрализацией, за созданием небольших устойчивых сообществ биосферных поселений. Из истории. В Древнем Риме существовал интересный способ борьбы народа за свои права. Сецессия. Люди брали с собой припасы еды и уходили за город. Оставляли патрициев одних. И жизнь в городе полностью останавливалась. Не работали лавки и магазины, на рынках не продавали продукты. Это массово парализовывало экономику города. И власть имущие были вынуждены соглашаться на требования народа. В частности, после первой же сецессии была прощена часть долгов. Простые люди были допущены к управлению государством и был учрежден народный трибун. Стало позволено выбирать своих магистров, пользовавшихся неприкосновенностью и правом оказывать притесняемым поддержку. Что делать? Как жить? Как сохранить свои права? Как сохранить свободу принимать решения о своем здоровье, воспитании детей, жизни? Как обеспечить свою семью? Возможно ли полная независимость, автономность, суверенитет? Как сохранить и где приобрести истинное знание? Система сегодня – это лава, сметающая все на своем пути, подминающая под себя все. Что делать, если ты стал свидетелем извержения вулкана? Противостояние с ним бессмысленно. Протесты, забастовки, конфликты ни к чему не приведут. Единственное, что ты можешь сделать – просто отойти в сторону. Стань неинтересным системе. Стань погрешностью. Сделай другой выбор. Выбери жизнь, радость, развитие и любовь. Ты не должен бороться с системой и противостоять или противостоять цивилизаторам, поскольку подобные действия обречены на провал. Войны ради мира быть не может. Осознай свою сегодняшнюю жизнь и все ее кошмары. Осознай всю ложь и ужас современного мира. Пробуди свою родовую память. Осознай свою силу и права. Так, чтобы защемило сердце и очень захотелось вернуться домой. В единство природы и мироздания. Это твое право жить в гармонии, благосостоянии, изобилии и любви. Это твое право просто открыть дверь и в любой момент вернуться домой. Здесь и сейчас проснись. Выйди из грязного города. Оставь концлагерь фашистам с их аусфайсами и капиталистам их стада. Сделай шаг в будущее. Сделай первый вдох. Стань собой. Вечной, всемогущей сущностью, которая пришла в этот мир для радости и развития. Но реально ли уехать из города и успешно жить в природе? Готов ли ты стать свободным? Как обеспечить свою семью всем необходимым? С чего начать? Наниматься на работу или увольняться? Искать единомышленников? Деньги или землю? Куда податься? В лес или на деревню к дедушке? Что выбрать? Шато? Монастырь? Бункер? Или экопоселение? Где найти единомышленников, чтобы жить в сообществе осознанных друзей, а не в окружении генно-модифицированных организмов или мобильных устройств? Это не моя голова. Опять механик перепутал. Ну да, не моя. Вот моя. Как выйти из строя? Как начать просто жить, радуясь каждому мгновению? Творить, а не работать. Созидать во благо, а не производить за деньги. Ответы на эти и другие вопросы ты узнаешь на Международном биосферном форуме, который проходит в Карпатах с 21 по 27 июня в первом биосферном поселении Биополис. Хочешь больше никогда не ходить на работу? Навсегда забыть о стрессах, болезнях, кризисах и кредитах? Жить, любить, творить и развиваться в окружении друзей и красоты природы? Приезжай в биосферное поселение Биополис на Международный биосферный форум, который проходит в украинских Карпатах с 21 по 27 июня. Отпразднуй летнее солнцестояние вместе с друзьями в Карпатских горах. Преврати свою жизнь в захватывающее приключение. Биосферные поселения впитали в себя лучшее, что есть у эко-поселений и родовых поместьй, и сделали шаг вперед. Здесь ты вспомнишь, как это — быть свободным. Узнаешь, что можно легко обустроить комфортную жизнь вне города и стать независимым от систем. Научишься полностью обеспечивать себя водой, едой, энергией и теплом. Отдыхай со смыслом. Мы будем строить дома-купола, взаимодействовать с водой и животными. Мастера международного класса и гости со всего мира приезжают к нам. Приезжай и ты. Тебя здесь ждут древние знания, современные технологии и настоящие друзья. Мощь и красота год, нетронутая природа, купание в чистой родниковой воде, круглая баня, песня у костра и хороводы — все это зарядит тебя силой, наполнит здоровьем, поднимет осознанность и подарит уверенность на твоем пути из города природы. Субтитры создавал DimaTorzok